Всем недавно завершился региональный турнир по фехтованию на шпагах на призы Любови Шутовой. Он собрал сотни юных спортсменов из разных городов Сибири. И вот она прямо сейчас, прямо вот сама собственная персона у нас в гостях. Доброе утро, Любовь! Доброе утро! Привет! Как ваши ощущения уже в который раз, наверное, проходит турнир? Не в первый? В седьмой. Ну и что-то меняется, растет мероприятие год от года. С каждым годом, да, растет мероприятие. Призы становятся все лучше и лучше, детишек все больше и больше. Поэтому развиваем, развиваем, пытаемся детям дать все самое лучшее. Хорошо, что про призы ты говоришь, потому что многие умалчивают. Ну там, да, мы там даем кубки. Грамоты, да. Руки пожимаем. Тут прям призы, хороший призы. Да, хорошие призы, дают кубки, грамоты, миндали, потом шпаги за первое место. Ну то есть спонсоры участвуют, еще дарят подарки детям, то есть футболки красивые. Сотни юных спортсменов из разных городов Сибири. Сотни! Ну, не сотни, а сотня, я бы так сказала. Ну все равно это много. И есть какое-то разограничение по возрастам? Это детский турнир? Да, это турнир детский. Детишки до 14 лет участвуют. То есть это первые шаги, можно сказать так, в спорте. Откуда были участники? Барнаул, Томск, Омск, Красноярск, Кемерово, Бердск, Новосибирск. Ну и как Новосибирск не ударил в грязь лицом? Мы на уровне? Ой, да, на уровне. Мы победили? Кто победил? У девочек... Ну в смысле из какого города? Из Новосибирска. Все наши, да? Да, все наши. И в команде мы выиграли, поэтому все хорошо. Кто был судьей, какие-то знаменитости из мира фехтования? Крутые люди. В прошлом году приезжали, в этом году все по-тихому прошло, без, как сказать, таких... Без специальных гостей. Да, без специальных гостей, без олимпийских чемпионов. Ну, а собственно, Люба сама может сесть и судить, да? Ну, судили просто детишки, которые постарше. У нас мой вид оружия, это шпага, у нас все прозрачно, все видно. Там один фонарик горит одному, значит, два фонарика, значит, обоюдный укол. Поэтому все просто и прозрачно. Судили детишки постарше тех, кто выступает на соревнованиях. Ну и все прошло очень хорошо. Расскажите нам историю, как это повелось? Семь раз все-таки это довольно уже большой срок, когда вы решили, почему учредить вот это вот дело. Ой, это все началось с того, что я предложила тренеру, я говорю, Сергея Яныча, так и так, я хочу сделать просто подарки юным спортсменам. Ну и сделать турнир на мои призы. Это было очень все скромненько. Проводился турнир первый в фехтовальном клубе Виктория. Участвовали только представители Новосибирска. И вот росли мои успехи, и турнир становился все лучше и лучше. Сейчас он проходит в спортивном комплексе «Энергия». Это большой зал. Все по-взрослому. Дорожки, аппараты, судьи, призы. Все очень достойно. Вы сами приглашаете участников, или турнир уже настолько стал популярен в вашей среде, что заявки подают? Как это происходит? Ой, я, если честно, не знаю, как это происходит, потому что этим занимаются тренеры, а не я. Ну, а сами вы недавно вернулись с соревнований. Ну, я брала большой промежуток, так как я родила второго ребенка, Федора. Вот. И полтора года я вообще не выступала. И после родов, вот, прошло шесть месяцев, я решила выступить на чемпионате России. Да, и получилось так, что все закончилось очень даже хорошо для меня. Я стала второй, чуть-чуть не хватило, но я думаю, что у меня еще все впереди. Полгода после рождения ребенка, и вы уже смогли физически восстановиться настолько, чтобы достойно выступить на чемпионате России. В чем ваш секрет? В общем, наверное, огромное желание. И я безумно люблю свой вид спорта. Поэтому, как говорится, ставим цели, идем к ним. Многие не знают вообще, в фехтовании есть шпага, рапира и сабля. Да. Для большинства людей это все одно и то же. А это вообще-то разделяется. Давайте после рекламы поговорим о тонкостях этих видов оружия. Региональный турнир по фехтованию на шпагах на призы Любови Шутовой мы прямо сейчас обсуждаем. Вместе, собственно, с Любовью Шутовой еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы остановились на видах оружия, которые используются в этом виде спорта в фехтовании. Расскажите нам, чем они отличаются. Ой, вообще они всем отличаются. Сабля это, как правило, рубящий вид оружия, бьющий, шпага это колющий, рапира это тоже. Но они и, как сказать, и формой отличаются. Шпага это более тяжелый вид оружия, рапира это поменьше, сабля, ну, это такое среднее. И опять же, техника ведения поэтинков отличается. То есть невозможно быть фехтовальщиком и владеть тремя видами оружия. То есть каждый развивается в каком-то своем направлении, только с одним оружием. Вот Станислав Позняков, у него сабля. Сабля, да. А у вас что? А у меня шпага. А у Любови шпага. А вот спортивный инвентарь, он отличается от боевого? Он же наверняка... Конечно, конечно, спортивный. У нас аппараты специальные стоят, которые фиксируют уколы, удары. Но, насколько мне известно, все равно были какие-то несчастные случаи. Все равно опасны. Это опасно, конечно. Ну, это холодное оружие, опять же. Потому что, когда смотришь в кино, как рубятся на шпагах, кажется, как же они их... Они же... Смотришь тут же соревнования, и так чик-чик, и все живы. Все живы, да. У нас специальная форма, которая защищает нас. Хотя после соревнований приезжаешь, руки, ноги, все в синяках. Вы говорили о детях, вот до рекламы. Вы бы отдали своему ребенку фехтование? Ой, я уже отдала своего ребенка спортивную аэробику. Ну, конечно, хочу, чтобы она пошла по моим стопам. Ну, не знаю, она говорит, мама, мне так нравится аэробика, я буду ей заниматься. То есть она афехтование пока слышать не хочет. Ну, может, Федор подрастет. Ой, Федора я хочу в хоккей. Ну, не знаю, как это получится. Он еще... А почему в свое время сама выбрала афехтование? Ой, я занималась разными видами спорта. Ну, как-то долго не задерживалась. А здесь вот тренер приехал ко мне домой, он хороший друг моих родителей, увидел в меня такую энергичную девочку. Увидел, что энергии много, а одевать некуда. Он говорит, Люба, не хочешь ли ты попробовать заниматься афехтованием? Я говорю, а что это? Ну, это там на шпагах. Я говорю, ну, а почему бы и нет? Вот, и Сергей, мой папа привез меня в клуб Викторию. Я так вот зашла в зал, я помню, было построение, и мальчики стоят, такой, в шеринг. И я поняла, что я там как в малине. И вот, как-то меня это все затянуло. Это безумно интересный вид спорта. То есть все-таки девушек там меньше? Нет, сейчас... Изменилась ситуация? Ну, не то, что изменилась ситуация. Мальчиков, да, побольше. Ну, вот у Виктории у нас сейчас 50 на 50 ходит. Иногда даже девчонок больше, чем у мальчишек. А так на соревнованиях, вот, если взрослых брать, у мальчишек по 200 с чем-то человек участвует. То есть, сколько лет начинают дети ходить обычно? Какой самый оптимальный возраст? Ой, знаете, я пришла в 12 лет, попала. Но сейчас вот на моем турнире, да, я смотрю, малыши вообще ходят, я спрошу, сколько вам лет у девочки? Она говорит, 9. Я говорю, ты такая маленькая уже фехтуешь. То есть, ну, значит, она начала с лет 8, это точно. Поэтому сейчас омолаживается более... Но представить 8-летнего ребенка с оружием, это, конечно, очень страшно. Ну, там на первую... А там пластмассовая шпага такая маленькая. Ну, не пластмассовая, все по-взрослому. Ну, там рапирки сначала дают, они более такие легкие, потому что я, например, когда отдыхаю... Это такие, которые гнутся, да? Ну, они все гнутся. А, все? Все гнутся. Понятно. Я когда отдыхаю, там, 2 месяца, да, когда у нас перерыв, потом, когда начинаешь опять тренироваться, и понимаю, что шпага в руке это тяжелая, и когда немножко только даешь себе расслабиться, уже чувствуешь вот это вот все. Ваши тренировки разминочные из чего состоят? Нужно, чтобы были крепкие руки, вы говорите, тяжело держать шпагу? Ой, тренировки... Что нужно качать? Какие мышцы? Все мышцы надо качать, поддерживать себя в форме, на лду фу п хорошо работать, потому что это выносливость тоже нужна. Да, эффектование это такой вид спорта, где не только должна быть физика, то есть должна быть голова, ты должен думать, уметь переключиться. Опять же, характер должен быть. Есть ли какие-то кумиры вообще из большого спорта, пусть это будут, не знаю, зарубежные или российские, какие-то звезды спорта фехтовального? Д'Артаньян. Д'Артаньян, да. Серьезно, вдохновляют вас чьи-то подвиги в этом спорте? Ну, вообще, как сказать, нет такого, что у меня нет кумиров, да. В детстве хотелось на кого-то быть, ну, подражать кому-то. Ну, я выросла на трёх мушкетёрах, поэтому я всегда хотела стать мушкетёром. А вообще, вот сам вид спорта сейчас популярен у нас? Да, в последнее время очень популярен. Мне кажется, было какое-то затишье, да? А вот сейчас, ну, раз проснулся интерес. А родители же чего, они пытаются, те, кто понимают, что спорт нужен ребёнку, они, как правило, более такие ранние виды спорта отдают своих детей. А у нас вид спорта всё равно, детишки уже постарше, поэтому не все доходят до нас. Вот, но в последнее время очень стал популярный вид спорта, так как вот на Олимпиаде очень анонсировали хорошо, показывали. То есть, опять же, много медалей мы привезли с Олимпийских игр. То есть, Россия, в принципе, на международном уровне довольно сильная. Какие у нас есть конкуренты, вы как считаете? Какие страны ещё такие сильные? Ну, в разных видах оружиях разные конкуренты. Вот у нас Китай, Франция, Германия, то есть, Венгрия сильные. Там не обязательно там команды, да, есть личники сильные, то есть, Олимпийские чемпионы, призёры мира, Европы, чемпионы мира. Если бы мы с Сашей сейчас захотели позаниматься фехтованием, насколько бы дорого нам это обошлось? Вам? Ой, я даже не знаю. У нас в Новосибирске не разве это такое, что в таком возрасте приходят и начинают заниматься. Как правило... Ну, хорошо, если бы ребёнку. Я могу сказать, что есть в Москве фитнес-клубы, в которых любой человек может прийти и попробовать себя в роли фехтовальщика. Здесь, в Новосибирске, я вот не скажу. Ввиду к тому, что вообще карьера в фехтовании сколько стоит? В плане того, что форму как часто приходится менять, сколько она стоит, оружие сколько стоит? Ну, вот знаете, вообще у нас тренировки бесплатные. То есть это не как в некоторых видах спорта, что вроде бы как бесплатно, но всё равно родителям приходится. Добровольный взнос какой-то. Да. У нас полностью бесплатные тренировки. То есть, ну, сейчас родители пытаются своему ребёнку дать лучшее, поэтому и чтобы свою личную, там, и шпагу купить, и там, может, кто-то костюмы, да. Ну, это всё есть, Виктория, опять же. Даже вот так можно казённую взять. Ну, казённую, которой там будет заниматься несколько детишек одной шпагой. То есть, вот таким образом. Либо костюм, который... Ну, а своё личное всё-таки, какой разброс цен? Слишком заоблачный. Ну, смотря, что ты хочешь, опять же. Если что, есть детская, дешёвые вещи, да, грубо говоря. Там шпаги можно и за 3,600 купить шпагу, а можешь и тысяч за 15. Ничего себе. Ну, вот, например, моя шпага, она, там, один клинок только 1010 стоит. А детская, ну, я не знаю, сколько я ценники не смотрю. Просто форма, форма. Ты-то у нас чемпионка мира, олимпийский призёр, конечно, твоя шпага должна, в общем, необычной быть. Мне всё это выдают, скажем так. То есть, я сборница, поэтому мне всё это покупают. Хорошо. Спасибо вам, Любовь. Большая честь встречать таких гостей, важных в нашей студии. И, как все гости, Любовь обещала напоследок рассказать нам весёленькую историю из жизни. Да, я вам расскажу историю, сказку, скажем так, с хорошим концом. Как я познакомилась со своим мужем. Он у меня тоже журналист. И вот однажды он, когда я добиралась на Олимпиаду в Лондоне, он пришёл брать у вас интервью. Пришёл брать мне интервью и говорит, Люба, можно с вами пофектовать? То есть, мы с ним даже фектовали. И так вот мы пофектовали, что уже 10 лет живём вместе, воспитываем двух детей. Вся мое сердце попало. Как это романтично. Я безумно счастлива в браке. Здорово. А мы счастливы, что ты к нам пришла в гости. Спасибо. Любовь Шутова была у нас в гостях. Чемпионка российская, шпажистка, заслуженный мастер спорта. Спасибо.